Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами, как всегда, Снежана Шестакова. Сегодня у нас 3 августа. Многие меня спрашивают, нужно ли стричь туэсмарагд, то есть формировать ее. Ведь цезарь, не надо туда лезть. Ведь туэсмарагд имеет особенности, сортовой сорт такой, что она имеет пирамидальную форму и никаких обрезок и формировок ей не нужно. Мой ответ, однозначно да. Туэсмарагд нужно формировать в раннем возрасте. Если вы видите в садовых центрах красивую, пышную, ровненькую туэсмарагд, это означает, что во время роста эта туя подвергалась неоднократной обрезке и формировке. Разберем причины, почему нужно формировать туэсмарагд, то есть делать ей обрезку с раннего возраста. Ну, во-первых, если стричь тую, она будет гуще и красивее. Во-вторых, по своим сортовым качествам, да, она идет пирамидальной формы. Но у туэсмарагд закладывается, вот можно посмотреть, как у этой, несколько стволов. Видите? Вот второй ствол. То есть во время роста у туэсмарагд закладывается несколько стволов. И когда эта туя вырастет, однозначно, однозначно, при сильных морозах, снежной зиме, она распадется и даже расколется. То есть красиво, когда туя идет в один ствол. Она густая, пышненькая и в один ствол. Вот это красивая туя, которая радует глаз. Но когда туя, туя же растет, и вот эти вот дополнительные стволы, они тоже растут. И потом, когда туя вырастает, люди не знают, что делать. Потому что вырезать потом вот эти стволы, это шок для каждого человека. То есть она восстанавливается года два-три. Она выглядит не очень красиво. И, конечно же, лучше покупать тую, которая идет в один ствол и такая вот аккуратненькая. Вот эту туйку я уже обработала. Да, сначала она будет не очень хорошего вида, но в дальнейшем оно все нарастет. Значит, когда я делаю формировку. Делаю я формировку обычно годовалым туем, да. Ну, бывает, что некоторые пропускаю, не всегда руки доходят. Ну, то есть в первый, во второй год жизни. Если я эти туи оставляю на доращивании. То есть, ну, чтобы они были большие. Черенки я не формирую. Укорененные черенки я не формирую. Но, когда у меня люди заказывают, я обязательно говорю, что через год сделайте обрезку. Удалите лишние стволы наполовину. В некоторых случаях можно даже на три четверти. То есть оставить три четверти ствола. И тогда туя у вас будет хорошо выглядеть и будет хорошо зимовать. И будет иметь хороший внешний вид. Ну, маленькие совсем черенки. То есть укорененные черенки. В принципе, там еще нечего формировать. Хотя при черенковании, конечно же, часть хвоинок я сразу же обрезаю. Во-первых, это способствует лучшему укоренению. Не так испаряется влага. А теперь давайте разберем. Я вам покажу на примере этой туи, как я буду стричь ее. То есть делать формировку. Вот у меня есть экземпляр, который я не обрезала. Поэтому можно приступить. Вот этому саженцу два года. И что мы видим? Значит, мы видим, что на каком-то этапе произошло расщепление ствола. Нам надо же, чтобы туя была в один ствол. Значит, мы выбираем один из стволов. Я выберу вот этот вот крайний, вот этот. А вот этот вот буду удалять. Вот этот буду удалять. Значит, выбираем мы верхушку. И вырезаем только ту часть, которая идет вверх. То есть вот эту вот. Так, я беру ножницы. Я это делаю ножницами. Они у меня обработаны. Они у меня лежали в марганцовке. И вот, смотрите, я беру и вырезаю. Все. Смотрим сразу, как выглядит туя. Да? То есть пойдет один ствол. Потому что когда туя вырастет, удалять уже второй ствол будет очень проблематично. И будет шок для самого человека. Далее. Чтобы туя была пышнее, мы ее стрижем по кругу. Прямо вот так вот берем и обрезаем. Прищипываем. Веточки. Вот так все веточки мы прищипываем. Для чего мы это делаем? Чтобы туя приобретала природный вид. Стрижку делать обязательно. Даже можно, если она сильно рыхлая. Бывает такое, что если берешь черенок с верхушки туида, он более не менее приобретает форму колонны. Такой колоновидный. Если же берешь черенки с боковых побегов, туя, естественно, может быть рыхловатой. Но вот такая формирующая обрезка, она сделает свое. И туя будет выглядеть на следующий год шикарно. Так. Немножко подрезали. Теперь все вот это с этой стороны. Все, что торчит, вот так вот чуть-чуть подрезаем. Так. Обязательно мы ее крутим и смотрим с разных сторон. Все вот так вот чуть-чуть. В некоторых случаях можно и больше. Прищипываем. Все это нарастет. Не бойтесь. Зато ваша туя будет выглядеть намного лучше. И уже гуще и красивее. Так. Вот тут вот еще. Вот все, что вам не нравится, да, то, что вы считаете, что оно, ну, как сказать, вот на верхушке тоже прищипываем. То, что вам не нравится, и то, что вы считаете рыхловатая, да, все это подрезаем, формируем. Так. Обязательно формируем верхушку. Срезаем. Ножницы должны быть острые. Так. Тут может тоже расщепиться, поэтому мы вот эту вот палочку тоже срезаем. Подрезаем вот так вот. Так. Ножницы должны быть чистые и острые. Ну, мне тут просто одной рукой неудобно показывать. Так. Ну, еще вот тут вот подрежем. Основание. Смотрите, если пойдут небольшие такие коричневые на концах туи, ну, если она будет коричневеть чуть-чуть на концах туи, это не страшно, потому что это ранки, это все потом уйдет. Ну, в общем, примерно вот такая туя у нас получилась. Далее ее нужно обработать от болезней и вредителей такой баковой смесью, да. И обязательно, значит, смотрите, я один день опрызгиваю цирконом и через дней пять я опрыскиваю эпином. Кому было полезно это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, пишите свои отзывы, пишите свои наработки, свой опыт. И до новых встреч!